но мы разобрались и И если Аллах нам позволит, будем в дальнейшем начать выходить на связь. Так как моя работа и моя ситуация не позволяют мне встречаться с братьями, которые желают слушать лекции, уроки. Я в разных странах бываю, и скоро у меня тоже Сафар намечается в Африку. Поэтому я решил выходить онлайн. И, наконец, ту серию лекций, которые я хотел сделать для уроков, начать хоть онлайн, так больше, наверное, людей будет слушать и больше людей в пользу получать. Так как на уроки идти и лекции слушать не всех возможностей, но прямой эфир сейчас у всех, аль-хамбулля, есть и телефоны, и компьютеры, и интернет. Это позволяет нам выходить онлайн на связь и получать знания. И, ваше Аллах, насколько это Аллах позволяет. Аль-хамбулля, это очень огромное милость Аллаха. И первое, что я бы хотел сделать, как бы, призы всех братьев, чтобы они были очень внимательны, даже подготовили листочки и ручки. В следующем уроке обязательно будет это нужно. Сегодня, может быть, мы сделаем вступление. А в следующий раз мы будем мешать вас все записывать. и, как бы, домашнее задание. Так как мы раньше это поставили, опрос сделали братьев и сестер, как лучше будет сделать урок или лекцию, большинство предпочтений, чтобы она была в виде урока. Формат урока, конечно, найдет совсем по-другому. Лекции – это то, что я в облегченном виде, материал, который важный, там, каталхиду, фигу вам даю. А урок – это то, что мы по книге проходим, и я разбираю книгу, может быть, объясняю. И то, что, например, Имам Ахмад перечисляет пункты основного Агаду Сунна, чтобы их записывали. Следующий урок, инша Аллах, с помощью завтра мы будем каждый день делать урок в такое же время, 9 часов, чтобы я успел, наконец, его завучить, чтобы опять у меня не получилось сафар и поездка, и это не оборвалось. Часто так у меня получилось. Я урок опять начинал, и я уехал, и так и не смог вернуться в мечеть, и это вернуть продолжить. Съемки тоже никогда не получается все организовывать, поэтому мы решили как бы сам себе режиссер поставить камеры, так снять, мешало, чтобы вы могли домой, и теперь видеть, и запись тоже шла. В общем, мы его делаем как урок. Те студенты, у кого какой-то уровень есть арабского языка, мы сделаем так. Мы дадим под объявление ссылку, как можно книгу скачать, с Шархом Шерджибрина, книгу Имам Ахмада, Ушура Сунна. Ее могут скачать, и мы можем разбирать, я могу ее читать, переводить, объяснять, и таким образом пройти книгу полностью от А до Я. И книга Имама Ахмада, она небольшая книга, сам по себе без Шарха, если взять, там она очень маленькая книга. Дай мне вот эту книгу. Вот эта книга примерно, вот здесь она матно включена, с Шарха, вот она маленькая прочная книга, даже у Шерджибрина, он Тадрил Рахмада сделал, вот это Ахрих и маленький Шарх, вот ниже полосы, вот видно, вот эта Шарха идет уже, Ахрих и уйдет. Если всему матну взять, даже половины этой книги не будет. Но это, как Имам Ахмад сам говорит, как он ее назвал, это основы Сунны, то есть это тот, фундаментальные взгляды и убеждения мусульмане, которые должны быть. И почему книга выбрана, именно книга Имама Ахмада, хотя она может быть неподробно разбирана Ахриду и может быть не все пункты включает, но она дает нам основы, по которым мы должны как правильно понимать Ахриду и основные моменты, пункты, в которые мы должны верить. Потому что книга Имама Ахмада, сам автор Имама Ахмад, бесспорный человек между Ахрих и Сунны, и Джамаа, ни один из себя называющих мусульманами Суннитами, никто не может против Имама Ахмада что-то сказать, из-за его Ахриду, из-за его Мангаж, из-за его Фибху. То есть это ученые, которые признаны во всем исламском уме на протяжении 1400 лет, но если отнять его год рождения, конечно, имеется в виду 1300-250 лет, этот человек признан и никто его Ахриду самим не ставил. Будь это Салафи, будь это Суфи, или Салафи и Халафи, он единогласно признанный Имам, и зачастую готовит мнение, что Салафи, те, кто следует Мангажу праведных предков, их Ахриде, что эти лихаабисты, как их называют, как бы сказать, не справедливо, что они не признают четырех имамов и что они следуют Мухаммаду Мадуллахаба, что он это религию Ахриду придумал. Это ложные уреждения. Те, кто следует пониманию праведных предков Ахриде, они должны быть на мнении Ахриде четырех имамов, в том числе имам Ахмада, и поэтому мы иншалла разберем его книгу, так как мы считаем тот, кто не признает имама Ахмада или имам Шафиры, учителя имам Ахмада, или Абу Ханифы, или Малика, тоже учителя имам Шафиры, ученик Абу Ханифы был учителем имам Шафиры тоже. Они были между собой учителями и учениками, они очень любили друга и уважали. Мы считаем, тот, кто этих четырех имамов не уважает и не следует их Ахриде, это человек, заблудший, как минимум, или глупец, который сам не понимает, что он говорит. Если он осознан на голову, это человек заблудший. Тот, кто считает, что их они на лжи, это человек, что процентно сам заблудился и он потерял истинный путь. То есть эти четыре имама были светочами этой уммы на протяжении всего времени. Кто-то из них, Абу Ханифа, можно сказать, некоторые говорили, что он был таби'ином. То есть эти люди, поколения, которые лучше, наши умы, первые три поколения, как сказал Пасан Николас, лучшая умма, лучшие люди будут в его веку, потом следующие, потом следующие. То есть лучшие века, эти три имама, четыре имама были в этих веках, и я призываю так называемых суфиев, или традиционных мусульманов, чтобы они изучали именно акиду и взгляды этих четырех имамов относительно вопросов сифатов и таруилев, тех вопросов, которые возникли в разногласии между халфами и салфами. Большинство из них, к сожалению, читает поздние труды халфу и держится на этом и считает, что это и есть убеждение как бы ахлю сунна, и считает, что это и есть убеждение имама Шафи, или имама Ахмада самого. Это на самом деле не так. У них различается имама Ахмада мнение имама Шафи и других двух имамов мнения, мнение имама Ашалитов. Имама Ашали самого мнения, на чем он умер, тоже отличается от мнения Ашалитов, поздних Ашалитов. То есть сам имам Ашали умер на ахэде ахлю суннау и в своем книге из других книгах он это дал нам знать, он написал и на этом умер. Те ранние первые Ашалиты они были ахлю суннау и джамаа. Но, к сожалению, поздние Ашалиты смешали чуть-чуть ирджа смешали сказал, что имам в дела не входит имам. Смешали то есть мурджийская ахэда, муртазлийская ахэда и джахмитская ахэда. Потому что относительно сифрату Аллаха, что Аллах приходит или Аллах где находится, это все ахэда. Они частично задали джахмитскую априду, частично ахмар тазлийскую, частично мурджийскую. И из-за этого возникли разногласия между теми, кто считает, что праведные предки были лучшими людьми, чтобы их априду брать, чтобы за ними следовать, и теми халафами, которые начали делать таавили, начали разногласия. Поэтому если у нас среди мусульман есть разногласия, мы можем что сделать, мы можем сделать так, что все вернемся на априде четырех имамов, и любой вопрос, который возник у нас разногласия, посмотреть, говорил ли сам имам Шафи или имам Ахмад такое. И это нас в Аллахе объединит, если мы будем держаться за Пуруана и Сунну, за понимание сподвижников, как сам имам Ахмад, сейчас мы посмотрим, один из первых основ имам Ахмада, который поставил, чтобы мы следовали сподвижникам и их пониманию, и оставлять все новое, которое пришло в Ахриде или в религии ислам, и понимать эту Ахриду, может быть, и Курану и Сунну, как понимали четыре имама, у нас автоматически разногласия уйдут, и мы можем на этом основе объединиться с любым мусульманином, который хочет следовать Курану и Сунну и понимать и проверять. Поэтому призываю всех традиционных мусульман или там суфиев, те, кто считают, что салафы или так называемые ваххаписты, они придуманы религией, Ахриды, мы читаем книгу этих четырех имамов, уважаем их, считаем, что они были на истине, и именно, иншаллах, его книги имам Ахмада начнут, и дальше продолжим тех, будем стараться брать тех поздних, ранних ученых, которым между мусульманами не было разногласия. Если после этого вы не будете брать имама Ахмада и имама Шафия мнения этих книг, то это говорит о том, что вы не ищете истину, это говорит о том, что вы на самом деле следуете страстям, следуете забудшим имамам или ученым местным, которые вас заблуждают. Конечно, когда мы вас призываем по лаванной сунне и пониманию четырех имамов, вместо того, чтобы нам по шариату, по сунне ответить, этим имамам легче вам сказать, не слушайте того, не слушайте Абулмара, он ваххавист или он что-то там не то говорит, легче так сказать, но аль-хамбулла, между нами есть книги, у нас есть толкование ученых, и чтобы мы все понимали все правильно, сейчас выровняем, мы должны на них ориентироваться, в этом вопросе, я думаю, никто сам разногласен не будет, то есть, тот, кто себя считает ахду сунна, то есть, следующий по сунне четырем имамам и подвижникам, и будет салафит самый жесткий, будет суфи самый фанатичный, если Аллаха боится, и он на самом деле почистен, он никогда жизни не сможет отказать или не следовать тому, что призывать четыре имама, если после этого он будет упорствовать, это будет говорить о том, что этот человек не следует тому, что Аллах велел, а следует своим страстям. Вопрос почему ахида и почему талхид, потому что это одна из первых обязанностей перед Аллахом, потому что это одна из самых важных задач на этом свете для человека, чтобы Аллаха Господа миров сделать единственным сотворением поклонений во всем, что подобает священному Аллаху, и потому что талхид и Дня Божия это условие, чтобы Аллах принимал наше поклонение, это один из слов без талхида сколько бы этих благих дел не делал, Аллах не принимает, это должны понимать, то есть это причина, чтобы Аллах принял наши благие дела, и это основа призыва и дарвата всех пророков, то есть каждый пророк, начиная с Нуха в начале нашего пророка Мухаммада каждый из них призывал, чтобы мы поклонялись единому Аллаху, в первую очередь, шариаты у них были разные, но поклоняться, чтобы Аллаху одному поклоняться, верить в одного Аллаха, это было как бы обязанность каждого мусульмана. И дальше причина сотворения человека, это поклонение Аллаху, чтобы Аллах нашу причину, суть нашего сотворения, чтобы Аллах принял условие, чтобы мы были единобожниками, мы приняли, что нет достойного поклонения кроме Аллаха, ты можешь говорить тысячи и тысячи раз ла-илаха и ла-илаха, но если ты условия не принял, если ты не применил, если ты на самом деле говоришь нет достойного поклонения кроме Аллаха никого, а на самом деле сам надеешься на кого-то кроме Аллаха, просишь кого-то кроме Аллаха, и дуа у тебя не Аллаха, а кому-то другому, то это на ланде ему поможет. То есть на ланде none достойного поклонения. То есть любого вида поклонения. Пусть это будет страх, надежда, дуа, молитва, пост, назр, или резать какой-нибудь фурбан. Это все должно быть Аллаху, и никому, каким святым, ни пророкам, ни каким-то другим идолам, которые некоторые делают многобожники. И также забудьте из крайних сект Суфио, которые режут там над могилами, вокруг могилы там святых, как называемые, так называемые, делают Аллахи. Это все исламе запрещено, и это считается противоречием для Иллахи. Ты говоришь, что нет поклонения, кроме Аллаха, а сам на самом деле поклоняешься в виде поклонения, которое должен быть Аллаху, делаешь как бы святым и другим аулиям, которые Аллах запретил вам не сделать. То есть нужно, чтобы мы поняли, что важность единобожия. Единобожие – это тот ключ, который ты, иншалла, может быть, станет причиной, что ты войдешь в рай. И самое сильное поклонение к Аллаху – это быть единобожником. Самый большой грех перед Аллахом – это быть многобожником. То есть сделать широк, который Аллах ненавистен. Один из самых семи больших смертных грехов многобожи. Некоторые люди могут сказать там «вара», там, какой-то вещь не покушать, там, или что-то сделать, а на самом деле в то же время сделать такой смертный грех, как широк. То есть он не замечает, что он делает широк. Поэтому будьте внимательны и будьте, как бы сказать, бдительны, когда вы изучаете Ахэду. Возьмите за это серьезно, это очень важно. И каждый человек должен понимать и знать. Поэтому мы решили, что начнем с книгами Ахмада, так как он бесспорный. Но для вступления нам, наверное, нужно немного разобрать автобиографию самого Ана Махмада. Это будет сегодня такая вступительная речь. Вот здесь, по праву брать, отсюда, чтобы было видно. Я указываю, что в Фейсбуке камера не ровно стоит. Сначала чуть-чуть вот так приподнимите, чтобы те, кто смотрит, чтобы им видно было. Дальше. Разберем биографию с имамом Ахмада, рахматуллahi алейх. Имам Ахмад, его зовут Ахмад ибн Мухаммад, ибн Хамбал, ибн Хилал, ал-Арабий, ал-Аднани, ал-Шайбани. То есть он был арабий, как бы, как бы, ровно араб. Он был имамом и в фикхе, и в хадисе. Его кунья была Абу Абдуллах. Отец с ним приехал из Мерва. То есть мама была беременна, когда он переехал с Марва в Багдад. То есть он родом из Марва, но родился в Багдаде и вырос в Багдаде. И до самой смерти остался в Багдаде. И имам Ахмад родился, раби-ул-Аугал, 164-й год Хиджри. То есть когда имаму Шафи, было 14 лет, он родился, потому что имам Шафи родился 150 лет еще. Начал знания требовать, как обычно требуют все школы, ходили они в начальную школу. То есть у них такой матрас, который начинает общие вещи учить. Но когда имаме требовал хадис, вначале он не требовал хадис и не искал хадис. И он не садился перед учителами хадиса, как когда стало ему 16 лет. То есть он 16 лет начал серьезно учиться о имму хадисах. Как это не один, а многие из ученых историков это сказали. Только он, в отличие от других, он оставил свою родину и уехал из хадисы. То есть он, как говорят ученые, два раза полностью исламский мир обошел, требуя знания и требуя хадисы. И он говорил, что между Меккой и Мединой, который прошел расстояние, я этого вообще даже счет не беру. То есть бесчисленное количество, это 500-600 километров. А так два раза исламский мир полностью за хадисами, за фитху он обошел. И этим Аллах дал им открытие, огромное знание. И, к сожалению, неправильное понимание бывает у большинства студентов или мутаилов, которые учатся в Дагестане или в Чечне или в Шетии. Те, кто учатся дома, я не считаю, что его шейх, самый знающий шейх, он его воспаляет очень сильно. И он и себя тоже считает очень понимающим, там прочитал Махаллили, Минхажили, Джалавейли, там местного уровня. И он уже начинает хатвы давать, кого-то опровергать и начинает своего шейха полить. Но ученые наши, такие как Имам Ахмад и другие, они говорили, что тот, кто за знаниями не выезжал, что мы не доверяем им такому человеку, что у него нормальный уровень знаний будет. То есть ты пока не выйдешь и не увидишь других студентов, ученых, шейхов, ты не сможешь оценить правильную, объективную оценку, что было. Потому что ты вокруг вот той кругу, которая сроку ворвался от этих людей только знаешь. Ты по сравнению с ними, может быть, ты знающий человек и, может быть, среди них ты такой уже отличительный такой студент. Но когда ты увидишь реальных ученых и увидишь разные города, Египта, Ишама, и Саудии, и Хиджаза, и других стран, ты увидишь, что какой у тебя уровень реальный, и какие на самом деле бывают ученые большие. Поэтому надо выезжать за знанием, надо брать знания у специалистов, у больших ученых и тех же арабов. У нас сейчас есть там большие арабские страны, у нас есть свои знания. Это вовлажно ошибочное мнение, потому что с арабских стран к нам пришел ислам. Ислам не был дагестанским, ни чеченским, ни ингушским, или каким-то татарским. Ислам пришел из арабских стран. И в посланнике Аллаху совсем был арабом. И Куран на арабском языке. И все источники, все источники исламской библиотеки, они на арабском языке. Пока ты арабский язык не выучишь, и этих шейхов не выучишь, ты нормальные знания не получишь. И он остался в Йемене, требуя знания, из уст ученых. Этих шейхов хадиса. Кай Абдуразах, как сахаб Муснат, который написал книгу Муснат, сборник Абдуразах, он остался у него брать знания. В это время огромную трудность он пережил. Очень трудно было, денег не было, голодал. Включи фейсбук, она будет включилась. Эфир. Знаешь, я же как включать, да? Включаем же, да? Ну, всегда. Есть технические моменты, чтобы, конечно, он начал это все исправиться. Та трудность, которую он пережил в Йемене, для того, чтобы он был бедняком и было тяжело, на его теле и здоровье сказалось. Он похудел сильно и начал болеть тоже. Дальше. Когда он обратно пришел в Мекку, ему говорят, Абдуразах, ты очень сильно утомил свое тело. То, что я потерпел из трудностей, говорит, это самое легкое, говорит, по сравнению с тем, что я получил такую пользу, такую пользу получил от Абдуразаха, от хадисы, которые у меня от него получил знания. Я говорю, что я написал хадисы, которые передал Зухри от Салима, от Абдиллаха, от Абдиллаха, от Абдиллаха, от Абдиллаха. Она говорит, что то, что я два года мучился, голодал, трудности, и то, что он мне тело заболел и похудел, это мелочь по сравнению с этим. В хадисе Зухри от Саид бен Мусайяб, от Абдиллаха, от Абдиллаха, это также от Зухри, Саид бен Мусайяб, от Абдиллаха, тоже хадисы получил. То есть короткими цепочками, которые близко доходят до пасана Каласава. Они всегда старались это, чтобы они с минимальными людьми до пасана Каласава хадис доходил, и чтобы они именно такие хадисы получали. Также он передавал, рассказывал хадисы от Яхьябн Маин. Яхьябн Маин был имамом Джарху от Абдиллах, то есть имам тот, кто определяет мужчин, имамов, ученых, которые передают хадисы. Сейчас в наше время таких много появилось, имаму Джарху от Абдиллах, которые Джарх делают студентам или ученым, и определяют, кто они есть. Но Яхьябн Маин, таких, как он имамов, истории очень мало было на пальцах сосчитать, было. И он был учителем имама Ахмада. И только такие специалисты, которые тонко разбираются в этих автобиографиях этих людей и разбираются в хадисе, только они могли давать оценки ученым и могли они Джарх делать. Они кто попал и как попал человек, кто-то Джарх сказал, кто кому учил. Этим многие обманываются и, например, говорят, нельзя слушать Мухаммада Абусалима. Почему? Потому что там что-то как-то... Вот тот, кто говорит, он сам, что Яхьябн Маин, что он имам Джарху от Абдилла, кто ему самому тоске отдал, чтобы он мог опитать людей. Вот эта болезнь, которая сейчас появилась, Яхьябн Маин, и другие ученые Джарху от Абдилла, они уже определили всех людей, которые цепочкой передают хадисы. Дали им оценки. Они для тебя ничего не оставили. А в наше время, чтобы знать, не брать или не брать, можно или нет, этот термин не используется, используя другой термин, тоске. То есть ты говоришь рекомендацию из этого человека. Или опровержение, есть научное опровержение. Ты можешь этому человеку написать на его труды или на его лекцию. Опровержение или исправить его ошибку. Или есть другое понятие, как предостережение. Опять-таки, если ты такой же уровень человек, нормальный понимание есть, и ты по существу опровергаешь, тогда другого нет. Или явно человек в заблуждение призывает, тогда ты удостерегаешь этого человека. Вот это понятие нельзя путать с тем высшим уровнем пилотажа науки, как Джарху от Абдилла. Такая наука только в Исламе есть. И она отличается такой наукой. Что она, исламская умма, сортирует этих людей, которые предъявят нам религию, и ни в кого попало берут. Так же он учился у Исхак ибн Рахауэй, и у Ашафи'и, рахмава таалла, имам Шафи'и тоже. Исхак ибн Рахауэй был в свое время один из самых великих саукихов, так же имам Шафи'и, бесспорно, все знают. Во когда дуаао до зиядоты в Миср, имам Шафи'и пригласил имама Ахмада, чтобы он приехал в Египет, так как имам Шафи'и, мы все знаем, что в последнее время провел свое время в Египте. Но имам Ахмада смог туда поехать, для того, что у него финансовые проблемы, не было денег, чтобы ехать туда. Когда он с ним встретился с имам Шафи'и, в втором поездке, или в Багдад, в Багдад, сказал имам Шафи'и, имам Шафи'и ему сказали, ой, оба Абудиллах, ида сахал хадис индака, фааалимни беи, азхабу иллеи хижазиянкан, ау шамиян. Если какун имбуд хадис доставерен, то дай мне знать, говорит имам Шафи, имам Ахмад, и своим мужчинам, я говорю, пойду за этим хадисом, будь это в Хижазе, что они не знают, и заходят, в Саудии, ау шамиян, который готовился в Шаме, админа Ахмад, который был игралом, и не могидан в Азаме, ау Ахмад, ау айракин, ау айемониан, который был в Казани, и не могидан в Ираке, который был в Иоман, сказал имам Слава и Казани, и Имам Рахм, и Рахм, по нему, и Багдад, и в кауле шафи'и, это есть с ненемко, имам Шафи, Субтитры создавал DimaTorzok 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 относительно аф-хахмену, который знает больше, чем имам Ахмад. Это тоския про имама Ахмада, который сказали ученые, большие ученые в его времене. Чтобы понять, насколько у него были большие знания имам Ахмада, мы можем привести один из его деспутов или как бы муназара, это когда споров с этим муртазилитом, который запудрил в мозги халифы, и за это халифа стал заставлять всех говорить, что Коран созданное, и что Коран как бы это не вечная, а созданная вещь, то есть отличать сифат Аллаха от Аллаха. И этот спор, автор этого, который говорит, говорит, что она говорит, дает знать нам, какое уровень знания имам Ахмада было. Калал Му'тасим, назираху, я Абдурахман, калим его. Му'тасим говорит, Абдурахман говорит, давай начнем спорить с имам Ахмадом, разговаривай с ним. Факал Абдурахман, то есть сейчас мы рассказываем маленький эпизод диалога или диспута и спора между имам Ахмадом и му'тазилитом, вазиром самого халифы, который на акиде халифа был му'тазилитиком. И это три дня шло этот спор, в конце которой имам Ахмад их всех, как бы сказать, победил в этом споре. Но мы сейчас только маленький фрагмент из книги прочтем, чтобы понять уровень имама Ахмада. Факал Абдурахман, ма атакулу фил Куран? Абдурахман говорит, что ты говоришь про Куран? На тот момент это самый спорный вопрос был. Факал Абан, и имам Ахмад как бы не ответил. Факал Абдурахман говорит, он спрашивает Абдурахмана, ма ты кулу фил миллах? Наоборот, имам Ахмад спрашивает Абдурахмана, что ты скажешь за ней Аллах? Факал Абдурахман, и Абдурахман Му'тазилит тоже не ответил. Факал Ахмад, имам Ахмад говорит, Истинный Куран — это знание Аллаха. Факал Абдурахман, и Абдурахман Му'тазилит, тот кто сказал, что Куран создан, факал Абдурахман Му'тазилит, он считает, он говорит, что знание Аллаха тоже созданное. Тот, кто скажет, что знание Аллаха созданное, а это сифат Аллаха, один из атрибутов Аллаха, знание, знание, тот, кто так скажет, говорит, что это созданное, тот поистине попал к куфр, не верит. Му'тазили говорит, что Аллаха был в Азад и не был в Куран, и если Аллаха был в вечер, без начала, и если не было в Куран, то я говорю имам Ахмад, имам Ахмад говорит, когда сказал имам Ахмад, что Куран это знание Аллаха, если кто-то скажет, что Куран был в следующем Аллах, и не было с ним Курана, как будто он сказал, что Аллах был и не было знаний с ним. Адам Ахмад говорит, что имам Ахмад говорит, что он заблудший нововведенец, о правитель мусульман. Имам Ахмад говорит, я Амир мусульман, о правитель мусульман, пусть они мне приведут хотя бы один аят из книги Аллаха, или один из хадисов, чтобы я ответил. То есть пусть приведут дали. Адам Ахмад говорит, что ты не говоришь, кроме того, что есть в Куране и в суннах басанник Аллах, обычно в Забучии или в Муртаде говорят, что только по Курану и хадису ты разговариваешь. Когда мы говорим, не рассказывайте нам рассказы непонятные, не рассказывайте нам сны каких-то шейхов, чтобы дали привести. Говори по Курану и хадису. Разве ты всегда по Курану и хадису разговариваешь? Имам Ахмад говорит, разве Ислам не стоит, кроме как на этих двух вещах на Куране и суннах? Адам Ахмад говорит, ладно, хорошо, он хочет сейчас аят привести к Имаму Ахмаду, как бы доказательство своих слов. «Инна Аллаха, я кулу, Аллах говорит, халику кулишей, что Аллах сотворил каждую вещь». Они же говорят, что Куран сотворённый. Вот он общий аят приводит, говорит, халику кулишей, Аллах говорит, что сотворил каждую вещь. И Куран это же вещь какая-то сотворённая. Тогда получается, что Куран сотворённый. Имам Ахмад говорит, «Инна хадил айя амма». Поистине это аят, общий аят, общий смысл. Урида бихал хусус, который лал умун, которым подразумевается конкретная вещь, не общая вещь. Как Аллах и Таал, например, Аллах говорит, «Ани рыхли ати ахлака бихал аум гуд», про ветер, который уничтожил народ Гуда, «тудам миру кулла шейн би амри Рабби». Этот ветер уничтожал каждую вещь по верению Аллаха. «Твахаль дам марат кулла шейн хаккан». Имам Ахмад говорит, «Разве этот ветер уничтожил всё, что есть поистине?» Или она уничтожила то, что Аллах хотел, имея в виду этот народ, именно этот народ. Хотя Аллах описал этот ветер, который уничтожает всё, но он уничтожил на самом деле народ Гуда. Кроме этого народа он ничего не трогал. То есть это общее слово, но оно подразумевает конкретно определенный народ или конкретно определенный вещь. Мухтазрид говорит, «Инна Аллаха та'ала якул» Аллах говорит, «Ма яйтихим минриклим минроббихим мухдатин илля астамауху ваум ялабун». «Фахаль якуну мухаддитан илля махлюб». К ним не приходит напоминание от Господа, который сотворил илля астамауху ваум ялабун, кроме как, чтобы эти джинни и люди слушали, и они издевались, игрались. И здесь они говорят, «Фахаль якуну мухаддит илля махлюб». «Кроме как зикр мухдатин» — созданное. Он говорит, кроме как созданное, разве не бывает это, которое Аллах сотворил? То есть это не одно и то же. То, что Аллах напоминание делает этим людям напоминание, они играются, значит это созданное. То есть зикр — это напоминание, Аллах иногда описывает в Куран. afil'tahu аллы и ваум и таллин Qu'an. Получается, что они им Куран слушали, созданное и игрались. То есть вот в таком прямом смысле бывают аят, илля махлюбивает, поистине зикр в Куране пришло в сал ради Аллаху в Салад Vice President, 고р Ready to Him, истинные зикр в Куране пришло в Курану корэндин цикр. Здесь говорит, студенты знают, где учится арабский язык, понимают, что если Аллах имеет конкретное напоминание, как Куран, то в начале должен быть артикль Алиф-Лам. Тогда это конкретизирует именно то, что это Куран. То есть это общее напоминание, которое люди делают. Здесь не имеется в виду аят Куран, как чтобы она создана. Му'таз говорит, что поистине Аллах сотворил Аз-Дикр, как бы Куран или напоминание. Это один из именов Курана. В этом получается, что Аллах согласен с тем, что Куран сотворил. Имам Ахмад говорит, ахта, ата, ты ошибся. Как часто, когда мы спорим, употребляем слово, ты уже, ты врешь, там, вот так, 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 так. Имам Ахмад хотел разговаривать с Му'тазилитом, явным забудшим человеком, который хочет перед имамом Халифа сделать его как бы забудшим. А за это его шикмутом были и сражались, за это у него проблемы. И за это весь исламский ум в заблуждение попадало. Но он сказал ему, ахта, ата, ты ошибся. Он мне сказал, ты кафир или ты там уже... Он говорит, ты ошибся. Тот риваят, который мы рассказали от Имрана хадисах. Имам Ахмад специалист в хадисе. В этом хадисе говорится, что поистине Аллах написал зыкр. То есть написал Кур'ан. Там написано, создал. Написано, написал. Аль-Му'тазилит говорит. Алейса, Расулу, Айсаласам, ягулу. Разве, по-стану, Аллах, не говори. Та-карраб ил Аллахи маста та'та. Приближайся к Всевышнему Аллаху, насколько ты можешь. Фаиннака ланта та-карраб ил Аллахи бешей-ин. Хуа хабу леймин каламихи. Ты не сможешь приблизиться к Всевышнему Аллаху ничем, чем более любимее, чем к Калам Аллаху, как к Калам Аллаху. Та-карраб ил Аллаху ничем. Не в тему приводить. И как доказательство там. Часто было. История про историю. Когда люди, которые попали в заблуждение, хотят привести до них, что можно если раз делать, просить чехов то, что кроме Калам Аллаху, никто не может выполнить. Они приводят хадис Аббаса. То есть про историю про Аббас, как Аббас попросил у него попросить дождь, когда была засуха. Это хадис как раз таки ровно против них это хадис. Смысл как раз таки наоборот. Оттуда надо понимать. Но они умудрились здесь это хадис взять и привести вдали то, что можно мертвых шейхов просить, что можно без фигаса делать. Там наоборот. Имам Аббас говорит, когда был пасан Калам Аллаху, мы попросили у него, чтобы он попросил дождь. Во время дождь, во время худки приходил к нему бедуин или один из арабов и говорил, я, Расулла Аллах, умирает животное, погибает растения, огороды, сады. Попроси Аллаха, чтобы он послал дождь. Он поднимал там же во время худки руки и делал дуа. Умар говорит, что пасан Калам Аллаху умер. И сейчас ты, Амур Расулла, дядя пасан Калам Аллаху, мы просим тебя, чтобы ты попросил Аллаха нам дождь. И Аббас попросил дождь, и Аллах дал им дождь. Если это хадис в их пользу, то имам Аббаса, будучи халифой, которая три года засуха шла, очень тяжелое положение было, он должен был пойти к могиле пасан Калам Аллаху и попросить у него, как после смерти дождь. Но он это не сделал, так как он был ученым, он понимал, что это неправильно и нельзя делать. Он попросил живого дядю. В этом хадисе все наоборот. Если можно было, он пошел, но не пошел. Наоборот, живого попросил. Этот хадис приводит то, что можно мертвых попросить. Как можно этот хадис туда привести? Аллах, я не знаю, как надо быть, каким надо быть людьми. Вот этот тоже, Маактадзи приводит хадис, в котором говорится, что Аллаха Калам, Куран, это то, что больше всего Аллаха Любимый, чтобы приблизился к ему Раб. Ну да, он говорит, и так и есть. В этом нету дарилии, то, что ты говоришь. Маактадзи говорит, после этого, если у тебя будет выход из этой ситуации, после того, как Пасан Галаз сказал, приблизиться к нему, к Аллаху, через Куран, с этими словами, которые мы произносим, у тебя больше выхода нету, кроме как ты принял, издался, что Куран это все созданное. То есть, мы должны приблизиться через Куран, а Куран считается буквами и звуками, а звуки и буквы это созданы, значит, Куран создан, но он хочет так это привести. Значит, у тебя другой выход, что это надо признать. Мама Ахмад говорит, Куран – это Калам Аллах. Кадимун – Гайру Махлюк. Она вечная, имеется в виду, прежняя, которая была безначной, срещена с Аллахом. Гайру Махлюк. Она не созданная. Но наши действия, но наши действия в Куране, если мы ее напишем, или мы ее скажем, это создано. То есть, Куран была еще тогда, и это Калам Аллаха, вечная. Но, если мы ее напишем, или скажем, вот это наши действия созданы, а не сам Куран создан. Ва Расулу, Аллах говорит, Зайину Курану, бе-свати ком, украшайте Куран вашим красивым голосом, вашим голосом. Ва Расулу, Куран говорит, значит, получается, что это не наши звуки, Аль-Махлюка созданы, Аль-Латин, Нузайину Хубиха, который мы украшаем Куран. То есть, Куран изначально был, мы сейчас ее читаем, украшаем Куран нашим голосом. То есть, наши голоса это созданы, но сам Куран, который оригинальный, изначально был, он не создан. Аль-Каламу, Каламу, Калам, этот, Куран, это Калам Аль-Бари, Всевышнего Аллаха. Ва Сауту Сауту Нкаари, но звук, это звук чтеца. То есть, Калам Аллаха, звук чтеца. Звук, который чтец прочитал, это созданная, а Калам Аллаха, потому что Аллах не создан, он творец, значит, тоже не создан. Аль-Мухтазли говорит, Инташукку би аннар Курана Каламу ва гайру махлюк, ба аннаху аннаха, Тунси буй лавая Та'ала, жавалих и такалам биха. Это тоже очень много витачку наши говорят. Если, говорит, ты сомневаешь о том, что Куран Аллаха, Калам Аллаха, что не созданная, получается, аннака Тунси буй лавая Та'ала, жавалих и такалам биха. Ты, получается, приписываешь Аллаху как бы части тела, которым он разговаривает. Калмахлюкхина, которые созданы, как люди разговаривают языком, островством языка и губы, и гортани, значит, ты это, как же части тела, приписываешь Аллаху. И уподоблять Творца к творению, это куфр. То есть, если ты сказал, что это калам Аллаха вечная, то получается, у него есть там губы, язык, а уподоблять творение Творцу, это куфр. Сейчас так же говорят Всевышний Аллах, когда мы говорим, что Аллах приходит в конце ночи, который Хадисы, по-стану, по-стану, сану, доставлен, описал, или, или, что Аллах Всевышний находится над троном, над всеми небесами, как Аллах описал себя в Туране и в Сунне. Некоторые говорят, это значит, получается, он сидит, а значит, он так должен, значит, приписываешь ему жавалих, или там, часть тела. Нет, в Аллахе не приписываешь часть тела. Мы не говорим кроме того, как он сказал. Но если мы говорим какой-то сифат, который Аллах, он сам себе в Туране написал, мы говорим, как подобает Сущим Аллаху. Не как творению. Нельзя вообще его подобать творению. Это мушаббиха, это люди забудшие. Если кто-то ему жавалих приписывает, это вообще люди, это куфр. Здесь в этом вообще нету сомнения. То есть если ты говоришь, что Аллах это вечно, это не означает, что Аллах должен быть в рта, не язык, или какие-то части тела, которые еще тем более уподобляют его творению. Все, что Аллах себе как описал, мы описываем без таатиля, без ташпира, без тачсима. Тачсим делает уже куфр. Нельзя это заблуждение, как подобает Сущим Аллаху. То есть таслим делает. Имам Ахмад говорит, Аллах един. Лам я лид и лам я улад. Аллах не бураждун и он не пораждун кауу. На адля лау ва ла шабих нету подобно вину. Ва хуа кама васафа нафсаху и он так-тук как он себя писал. Хаддатин Абдурразав анмамар анзухри ансалим аннаби аннаби сасам хадис передает он قال «Инна Аллаха калама мусам бемет альф калама айсин Аллах говорил с мусой сто тысяч слов ва айсин альф калама и двадцать тысяч слов ва тряс мят калама и триста слов ва тряс аш калама и тренадц слов то есть разговор был от Аллаха а слушал Муса сказал «Ай, Раб анта леди тук лиму не ам хайру о Аллах ты ли со мной говоришь или кто-то другое говорит Аллах говорит я мусо я с тобой разговариваю между мной и тобой нету посланника то есть как ангел это то что посланник рассказывает нам от своего Господа я не говорю кроме того что мне сказал посланник то есть нам рассказал Мусо сказал ты сказал напасанник Аллах сказал Мамах сказал если это мусо это лож то есть Аллах разговарив с Мусой напасанник Аллах сказал Аллах Аллах разговаривал с Мусой, это Аллах сказал в Куране, он сказал, «Волакин хаккал каулу мин нилам ла ам ла анна жаханнам нир гжинна тв анна са аж бааин», Аллах говорит, «Става истиной слово моё, что я заполню жаханнам от людьми и джиннами». Это каул от Аллаха. Это не сотворение Аллах, это Слово Аллах. И из этого диалога и спора с Мусой, мы понимаем, что имам Ахмад был сильный довод, сильный умный, мудрый. И это на самом деле короткое то, что мы сказали, спор, который с ним был, а это шел три дня, в конце которых имам Ахмад их все заткнул и доказал, что их неправоту. Вот такими доводами, вот такими спорами, вот такими знаниями имам Ахмад сохранял сунну и агиду, Ахгус Сума Джамая, этих мантазелитов, хотя со временем эти мантазелиты все равно вошли в агиду Ахгус Сума, среди судей Сумитов и разбавили Ахшариевскую агиду частью мантазелитов, как мы сказали, частью муджийской агиды, частью джахмитской агиды. И наша задача каждому мусульману, чтобы он постарался, его агиды, не было таких заблуждений, не было такфира, чрезмерного хабараджиской агиды, не было ирджаа, который говорится, что амал не входит в имам, хотя все салавы были единогласны, что амал входит в имам, в том числе и 4 имама. То есть это часть муджийской агиды. Что бы человек ни сделал, он в голову тоже не попадает. И это фатва, мы сказали, муджийская тема, мы сказали, это политический вопрос. Конечно, сейчас появились в Саудии, и сейчас, конечно, 20-30 лет назад появилось течение, которое мы называем джамия, который король или правитель, что бы он ни сделал, из ислама не выходит, потому что амал, они говорят, имам не входит, не входит в имам, и на этом построили целое течение и монаж, и за это спорят с другими и опровергают всех других, кто это не поддерживает. Любой правитель, который делает кофр явный и вообще не по исламу живет, для них это правитель мусульман, и он там, должны его слушаться. Это, конечно, политический вопрос, политическая фатва, и очень удобно. Также, с другой стороны, такфир делать налево и направо, без разбирательства, всех, кому неудобнее против вас, тоже очень удобная политическая фатва, чтобы людьми, не надо шаряцкий суд делать, не надо разбираться, кто-то с собой спор и драл, и застрелил его, и открыл халал, и сделал. Это другая крайность. Люди, которые не изучают алхи и не понимают свою религию, они всегда входят именно в две крайности. Или в ту сторону, или в эту сторону. А ученые, те, кто следил в Уанной Сунии, они всегда были держать справедливо и середину. То есть не было крайности за действием алхи и такфир, а также мы не считали, что человек явный куфр делает или человек делает, что он мусульманин, что ему все оправдывается. То есть есть вещи, которые не оправдываются, такие явные куфры. Надо вытягивать религию по две странности. Дальше здесь идет тема имама Ахмада учеников. У него были большие ученики, известные ученые. Говорит о его книгах. Одна из самых известных, которая к нему, к его имени она неразделима. Его муснат, который мы сказали из 750 тысяч хадисов он собрал. Оттуда имеется в виду самых достоверных. Это муснат. Хотя он не такой распространенный, как Бухария или Муслим, но она очень огромную важную цель значимости иметь сам с умами. И когда мы говорим муснат имама Ахмада, так сразу ему так описываем ее. Она связана. Конечно, еще у него были книги. Также Радда Алла Джахмия. То есть он привлекал Апеду Джахмия из Ресала. Маленькие книжки, как мы сейчас читаем. Такие книжки были. Или Китабы Сала, Хранамаз, Китабы Сунна есть у него. Китабы Аль-Вара и Иман тоже есть у него. Китабы Зурд, аскетизма тоже есть у него. Китабы Фадайли Сахаба или достоинства сподвижников. То есть эти вопросы основные, которые касаются Ахиды, и сподвижников порицают то Шри'а, чтобы это достоинство сподвижников, он написал эту книгу или иметь в виду, чтобы Шри'а знали, кто такие сподвижники были, какую у него достоинство было. Хотя они называют их кафирами-мунафиками. Сподвижники – это лучшие люди после Пасана Каваса. Китабы Зурд, Иман Ахмад был один из самых аскетичных людей. И сейчас говорим, чего не хватает сейчас на те суфи, которые говорят, что это суфизм, это аскетизм, это адаб, это мрау, это таски, это нафс. Им этого не хватает очень сильно. И все такие, которые Зурдом были суфи, как я понимаю, уже вымерли, от них ничего не осталось. Любят Дуния больше, чем любой даже не мусульманин. В то же самое время, Агрус Сума, который говорит на исследовании салафан, большинство из них не изучают акиду, не знают, что они на самом деле на салафийской акаде нет. Многие из них попадают в такфир, и многие из них могут быть самыми бюджетами, потому что они не разбирают свою акиду. Но, с другой стороны, есть люди, которые вообще не одну книгу акиду за всю жизнь читают. Агрус Сума. Еще жалко мутайлю, студентов, которые находятся у нас на Капказе и учат, им дают книгу по программе Медресы изучать ашарифскую акиду. Я их попрошу или как бы настоятельно их зарекомендую им, чтобы они своих вопросов и ответы посмотрели на мнение читателей мамы. Пусть вам не дают в готовом виде ваше мнение. Вы читаете это мнение салафов и халафов, узнаете, в чем различие было. После этого делаете выводы, после этого вы поймете, кто был на истине, кто был в заблуждении. Поэтому, к сожалению, подготавливают Медресы людей, уже им готовые мини дают, определенную программу дают, и он даже на эти программы не идет. Во-он-лайне большинство студентов искренних, которые даже учатся, может быть, не в тех заведениях, где его обучают Агрус Сума, если он истинно ищет, он на самом деле разбирает в них классы программы, изучает, читает, этот человек рано или поздно становится Агрус Сума, и он отправляется в Агыду. Насчет Зугда, Ивара, Ибам Ахмада, очень много историй, и то, что он голодал, как бы халифа деньги не предлагал, он не брал. Даже его сына Абдулы, который от халифы брал, как бы подарки или помощь, когда он с голодом очень сильно истошился, в его печке испекли хлеб, там тонкий хлеб, сын его, он, когда узнал, что это из его теста, он даже не взял это. Многие предлагали из своего личного умения, своему там, золотой динаре, он от всех отказывался, и старался быть, как бы, независимым от халифы и от людей. То есть, про это очень много историй, мы будем говорить и рассказывать, без терпения. Савру. Один из историй, в следующий раз, завтра в 9 часов мы продолжим, расскажем про его зуб, маленький пример, и про его терпение, когда трудности и испытания были. Потому что 2800, сейчас мусульман, достигла тоже самые трудности и испытания, и они знают, что делают, как делают, как выдержать. мы расскажем нам, как пример для продолжения имама Ахмад, как он терпел, как он выдержал эти испытания, и что ему помогло, и что нам тоже это помогло, иншала завтра мы это продолжим, с этого места. Когда мы рассказываем биографию правильных людей, Аллах не спасает нам рахмад, милость свою, и она нам заполняет сердца уверенностью, милостью и иманом, потому что эти люди были великие люди, и с них надо нам до сих пор примирать. В конце лекции или урока, это урок, можно сказать, в конце урока мы бы хотели, мы сказали, что будем отвечать наиболее такие важные вопросы касательно нашей темы. Если мне перешдут эти вопросы, я готов на них ответить. Как сделать так, чтобы они меня переправляли админы эти вопросы. Сейчас там, в которых вы комментарии пишите вопросы, я не смогу отчитать, это нереально будет. А вот первый вопрос пришел, и это очень важный мой вопрос. Меня переправил админ. Переправляю, что напишу. Чем отличается сарафи от халафа? Отличный вопрос. Полчаса на вопрос будем отвечать, чтобы мы, иншаллах, дальше, так как мы будем каждый день делать урок, иншаллах, чтобы мы закончили. Я боюсь, что если я буду необходим делать, что я до этого уеду, и опять оборвется эти уроки. Сюда отправить. Чем отличается вопрос сарафи от халафа? Что это Али Амра? Аллах не спасал аят. Мы сейчас его почитаем, чтобы вы поняли, где, в чем различие между халафом и сарафом. Откуда пошло разногласия? Первая страница Али Амра, есть аят, в котором Аллах говорит в Куране. Абуду Биллаху Машейбану Рожиму. Он тот, кто не спасал тебе книгу, в Куране. Минху аяту махкамат, но есть ясные аяты. Это основа Курана. Это мать Курана и основа Курана. И есть аяты муташабихат, которые мы до конца не можем понять, которые Аллах не объяснил. Те, у которых в сердцах есть болезнь, они следуют тем аятам, которые не понимают смысл. Ибтигра ал-фитнати, желая фитны, в абтигра ал-таавилих, желая его толковать. То есть аяты, которые Аллах не дал нам понять смысл, и Мухаммад не объяснял их толкование, они желают фитны, они начинают их толковать. Ибтигра ал-фитны, и их толкование не знает, кроме Аллаха никто. Ибтигра ал-фитны, Ибтигра ал-фитны, и те, которым Аллах дал знание, они говорят, мы уверовали в эти аяты. Ибтигра ал-фитны, это все аяты от Аллаха, то есть это ясные и неясные. Ибтигра ал-фитны, и не принимают напоминаний, кроме как обладателей знаний и разума. В чем разница сейчас этот аят, почему я привел? Салафи говорят, там есть пауза, запятая, в которой говорит Аллах, что аяты муташабиха, то, что Аллах находится, где находится Аллах, рука Аллаха, то, что Аллах приходит, алиф, лам, мим, все аяты, которые мы не можем четко описать и растолковать, мы говорим, как Аллах говорит, не без толкования, без кайф, как Ибтигра ал-фитны, Салафи говорят, что кроме Аллаха смысл этих аятов никто не знает. Халафи на этом паузе не останавливаются, когда Аллах говорит, ва ма я аламу тауилагу илла Аллах, Салафи говорят, Аллах сказал, что их смысл не знает, кроме Аллаха никто. Халафи говорят, здесь запятая, не ставя читать дальше, что кроме их смысл не знает, кроме Аллаха никто, варна сихуна, то есть и обладатели знаний, они тоже как бы знают, то есть они это и приписывают туда к прежнему предложению, без запятой, и они, то есть и знающие люди знают, ведь те, кто толкователь знает. И оттуда пошел на глаз, то есть если они считают, что знающие ученые знают тоже толкования этих аятов, они позволят себе сифраты и атрибуты Аллаха растолковывать, тауил делать. Салафи говорят, кроме Аллаха никто не знает, и мы не имеем права тауил делать. Они это запятают, не ставят, да идут читать, и они тоже знают. Но потом, если даже это приписать туда, продолжение аята становится, вообще смысл теряется, потом продолжение, и те обладатели знаний тоже знают смысл этих аятов, муташабиа имеется в виду, потом идет, они говорят, мы уверены, все от Аллаха, это получается отдельная тема. То есть, здесь просто запятая идет, обладатели знаний, они говорят все от Аллаха, мы уверены. Но если ее приписывают прежнему, получается, что кроме Аллаха никто не знает, и обладатели знаний не знают, но эти обладатели знают, говорят все от Аллаха. Все муфасыры нормальные, авторитетные, они говорят все, понимание этого, что там запятая, здесь реально в Куране ты посмотришь, ты найдешь, здесь пауза. Кроме Аллаха никто не знает. Отсюда уже пошло, что некоторые халави сказали, что могут ученые знать тавили этих аятов. В смысле. Халави сказали, нельзя тавили делать. Кроме того, что Аллах описал, и Аллах написал, мы не имеем права Аяты будут решать обряд описание делать. В этом, мы имама Ахмад, в читачьей книги тоже пройдем, и слава имама Малека тоже известны, вы все знаете, что истива, что Всевышний Аллах на тронах, возвышался на тронах, на Аль-Любе он говорит, это известно. И его смысл истива тоже знает Араб. Это известно. Кейф Маджул. Как? Не знаем. Почему? Потому что Аллах говорит, кроме него никто не знает смысл этих аятов. То есть, когда мы говорим, что он Всевышний Аллах возвышался над Аршем, мы этот аят переводим, как Аллах нам описал, как ученые нам тавсиры повели, но Кейф Маджул. Если ты слышишь как, мы не знаем. То есть, мы не говорим, что у него есть тело, не уподобляем, как мы сидим, или возвышался на Аршу, как мы это делаем. Мы говорим, имама Амалек говорит, «Истива» – это «малум». Почему? Потому что Аллах в Куране это описал. То, что Аллах в Куране это описал, мы не имеем права отрицать. Кейф Маджул. Так не знает. Имам би-и ваджиб – верить в это мы обязаны. Почему? Потому что то, что в Куране написал, как мы можем не верить? Ну, суал анху беда. То есть, про него спрашивают, как он над Аршем, потому что имама Амалека спросили, как он над Аршем вообще, как он возвысился. Так спрашивают, это беда. И ты тоже бедальщик, заблудший человек, он вновь смотрится. То есть, вот такие аяты, когда Аллах говорит, кто не понимает, спрашивают, как – это уже беда. Это туда идет и разногласия. Имам Малек, эти сподвижники, эти четыре имама, они говорили, как – мы не знаем. Аят смысл не знаем. Они говорили. Мы проходимся по ним, как они пришли, не включая «как». Если кто-то начнет описывать их «как», у них будут проблемы. То есть, этот человек попадет в заблуждение. И попали. Халфы попали. Начали описывать, как и начали тавиль делать. Из-за этого получилось разногласие между салфами и халфами. Халфы, и поздние аши адепты, они, конечно, они хотели этим самым защитить, как бы религию. Потому что пришли много переводов философии, философии, греческой, римской этой. И они начали, с индексом спрашивать, ну, вопрос, сомнение ставить. Как Аллах может быть? Он разве похож на нас? Значит, должно быть тело, это философские такие, это, это означает то, означает другое, третье. И они начали, через призывы философии, пропускать ахиду, там, где мы должны просто верить и оставить на Аллаха. Вот. И тогда начали вот это, сами не ставить. Из-за этого, ну, следы. Выключился. Не вырубается, я меня держу. Идем по моему, да? Не держу. Сейчас. Следующий вопрос, уже на это похоже. Вопрос второй. Касательно аятов, в Коране, в которых идут разногласия, рука, стопа и так далее. Есть ли толкование этих аятов от сподвижников, какое было понимание этих аятов у наших сподвижников? Доброю, довольно мало. Именно об этом сейчас я и говорил, что сподвижники и четыре имама, Эти стопа и рука, и то, что Аллах приходит на последний час в небес, последний час ночи, это тоже они говорили, как пришло, так и описывали, не без толкования, без кайфа. То есть сподвижники не толковали их. Они верили, как вот Аллах приходит, значит приходит. Как подобает Аллах? Кайф каким образом, мы не знаем. Аллах сказал, приходит, значит приходит. Вот так они верили сподвижники, они их не толковали. Значит поздно толковать, что не Аллах приходит, а милость Аллах приходит. Иншаллах, мы по книге имам Ахмада до этого дойдем, до этих моментов, какие у них позиции были, мы это пройдем с помощью Аллаха. Объясните, пожалуйста, заблуждение относительно сотворения Корана. Не все понимают этот момент. Да, конечно, сейчас вот эта тема не актуальна, таких людей уже не осталось, но не понимают. То есть во время Му'та-Сыма и до него, который был халифой, в это время имам Ахмада, появились течения Му'та-Залиты, которые начали говорить, что Коран это сотворенное. То есть это Коран написано сотворенное. И начали призывать всех говорить эти слова. Коран это может быть то, что мы написали сотворенное, сам колам внутри содержимого Курана, смысл этого Курана, это колам Аллаха, это слова Аллаха, это знания Аллаха. И то, чем мы описываем Аллаха, знания и колам Аллаха, она не может быть сотворенной. Потому что сам, кто это и сказал, он не сотворенный, он вечный. Значит, его знания и колам тоже вечны. Если ты начинаешь описывать теми сифатами, которые творения, и у колам тоже, как ее знания, как сотворенное, тогда получается, ты как бы говоришь куфр. Потому что ты описываешь Аллаха, как бы он сам творец, как творение. Вот это ошибочное мнение навязывалось во время этих халифов, потому что их вазиры, приближенные, были мактазелитами. И все, кто не говорил эти слова, даже завтра, когда он испытание был, как держать будем проходить, как они их наказывали. Били, снимали с должностей, кого-то убивали. И почти никто не выдержал этой фитнеси, кроме имама Ахмада. Я не знаю, это одно из заблуждений было. Принципиально они это навязывали всем исламскому уме. Аль-Хамбулля, благодаря имаму Ахмаду эту фитнесу ахлусного жама'а смогли устоять. Именно благодаря имаму Ахмаду. Как они ученые говорили, Абубакир Сиддых родил Ану при Ридда, когда люди становились муртадами после смерти пасанка Аллаха, как он спас уму от муртадов, чтобы люди не уходили в неверие. Также имам Ахмад спас ахлусного жама'а от заблуждения того, что Куран сотворённый. Имам Ахмад говорил, тот, кто сказал, что Куран сотворённый, так от кафера, что он стал кафером. То есть он ушёл из ислама. То есть описал Аллаха сотворённым. То есть сказал, что это сотворённое знание Аллаха и колам Аллаха. Поэтому это был вопрос принципиальный. Вопрос веры и неверия. Поэтому дал имам Ахмаду сабинку и до конца выстоял. И Алхамдуля Аллах их заблуждение видели. Они ушли в свалку истории. Ахлусу жама'а будут до судного дня на своём истине, иншаллах, и Аллах им будет помогать. Это если коротко сказать. Если вы сейчас мне отправляете вопросы, и каждый из этих вопросов по одной лекции можно их делать. Сейчас я должен их укоротить, коротко ясно объясню, насколько я могу это сделать. Некоторые вопросы в течение чтения этих уроков, книг, потихоньку сами отходятся для вас. Там будет часть этого материала, а остальное я сам растолкую. Там шейх Джибрин, только как он растолкал, могу прочитать и вам сам ясно. Моя мать очень много молится и выстаивает ночь. Но она также посещает могилу и говорит в могилушество кунта хажи. В каком она положении? Мы сказали в начале лекции про тавхид, что если человек не на едином боже, делает чирк, что Аллах не принимает сколько бы она не выстаивала намазы, сколько бы она не делала садапа, Аллах не принимает молитву, не принимает садапа от мучриков, от манебожников. Если она верит, что любой из праведников, пусть он будет на самом деле праведливый человек, пусть он будет ученый, пусть он будет даже валия Аллаха, мы ничего не говорим. Но если она верит, что он может делать то, что может Аллах, то есть то, что кроме Аллаха никто не может спасти его сегодня день, за него решать вопросы, мухарь, накира, уберечь его адского огня. Эти вещи, которые от зла в этой дуне его уберечь, они приходят и просят такие вещи от него, чтобы от зла уберегли, ему там детей дали. Если такие вещи просят прямо у него, то это единогласно, нету единогласий, что ученые это не сказали. Как минимум самый мягкий ученый, может быть, Зухайли, современный, ученый, который Иисус и другие признают, он говорит, это харам, как минимум. Это самый минимальный потолок. Прежние ученые, иманы все это запрещали. Ни один сподвижник не просил ни пророка Саоса, ни других праведников, чтобы они дали. Мы все просим у Аллаха. И Аллах в Коране сказал, Если просят мои рабы про меня, скажи, что я близок. Я буду отвечать на того посящего, который мне просил. Аллах сказал, не просите наряду с Аллахом никого. То есть, не просите ниже Аллаха рангом, пророк, праведник. Аллах говорит, не просите у них. Если ты это сделаешь, ты золим Аллаху. Ты золим, ты просыпаешь по отношению к себе несправедливо. И по отношению к Аллаху несправедливо. Аллах тебя сотворил, Аллах тебя кормит, говорит, Аллах тебе дает жизнь. А ты берешь и поклоняешься другому, просишь другого, надеешься на другого. Это же великая несправедливость. И это называется шип. То есть, нельзя то, что Аллаху, кроме как Аллаху не подобает никому, и кроме как Аллаха никто не может делать, просить у кого-то другого. Это получается, мы на самом деле делаем шип. В этом нет сомнений. И то, что большинство этих людей ввели заблуждение, и современные, которые традиционные мусульмане, так называемые их ученые, они ввели заблуждение. Они говорят, дозволено. Я с ними разговариваю, ну, дозволено. Хорошо, дозволено. А какой смысл делать это? Мы говорили, вот письмо, да? Воду пить тоже дозволено. Халял пить воду. Если я буду пить воду, я в рай не попаду. За питье воды рай не попадаю. За питье чая тоже не попадаю. На диване лежат халял. Валяясь на диване, рай не попадаю. Если истигаса делать можно, этих аулия просить. Да, халял, допустим. И что ты всю жизнь будешь халял делать и попадешь в рай? Чтобы ты получил награду, минимум ты должен делать сунну. То, что ты ратибат сунну почитал, Куран почитал, это сунну. Если ты делаешь то, что делал, говоришь то, что он говорил, тебе награда зайдет. А если ты делаешь то, что дозволено, кушать клубнику дозволено. Всем приятно кушать клубнику. Но если я буду покупать целый год клубнику и кушать ее, я за это рай не попаду. Эти клубники и эти мирские блага нам в рай обещает Аллах. При условии, что мы будем единобожниками поклоняться Аллаху, надеяться на Аллаха, бояться Аллах, просить Аллах. Если ты надеешься на это воли, просишь этого воли, боишься этого воли, разгневать там, или там, я не знаю, думаешь, что он тебя судьи спасет, то ты погиб. Потому что Аллах говорит, не проси, если ты будешь просить, ты в зале. В другом аяте Аллах говорит, Те, которые вы просите кроме Аллаха, кто бы он ни был. Такие же рабы мои, как и вы. Каждый из вас раб, будь это пророк, будь это ангел, будь это мусульманин, он раб Аллаха. И Аллах говорит, вы просите праведников, будете просить кого-то кроме Аллаха, они такие же рабы, как и вы. Просите их, пусть ответят вам. Они не ответят вам. Аллах не знает, когда их просит кроме Аллаха. Поэтому мы, мусульмане, считаем, что наша Единая Божия, наша акрида, она отличается от христианской акриды и буддистов, тем, что нам не требуются посредники, когда мы просим Аллаха. Аллах отвечает на дуа каждого раба, если он покаяться, искренне попросит Аллаха. Это наше убеждение, это наша акрида. Следующий вопрос. Так, мой майн. Просит вопрос, Аллах и Аллах подробно со всеми вытекающими. Ну, это опять-таки Аллах и Аллах, это одна из тем акриды, которые, когда мы до этого даем, мы, иншава, ответим и разберем. Но сейчас мы в самом вступлении, акриды сразу Аллах и Аллах, если объясним, если в моменте ничего у нас не останется. Мы, иншава, пройдем. Вы начинаете математику с таблицы и говорите сразу нам, давайте разберем другу. Давай дойдем до этого, иншава, мы разберем это. Асаламу алейкум. У меня вопрос. Когда я не делаю намаз, у меня не бывает проблем с деньгами. Все могу легко заработать. Ну, как я только начинаю ее делать, у меня сразу очень сильно ухудшается поток прибыли. И в душе постоянно тревога. Что это может значить? Брат, это удивительно, брат. Когда ты поклоняешься Аллаху, и ты это делаешь на самом деле искренне, не ради того, чтобы тебе Аллах не дал, а поклоняешься, потому что Аллах тебе это обязал, то как может быть это взаимосвязано уже? Наоборот, когда ты поклоняешься Аллаху, и просишь имени Аллаха, и надеешься на Аллах, и тебе риск добавляет, и варака добавляет, в душе спокойствие делать. Разберись, как ты намалчитаешь. Может быть, ты неправильно намалчитаешь, может быть, ты вообще и фатиху не знаешь, и может быть, искренне хромает у тебя, намерение хромает. Не надо намалчитать, чтобы тебе прибыль было. Не надо это связывать. Риск Аллаха, который дает муравью и тебе, и слону, и птичке на небе, это Аллах заранее предопределил. Это не зависит от твоего намаза, ни намаза. Это кафир тоже кушает. И кафиры тоже миллиардеры бывают неверующие, которые не читают намаз. Это твой, который Аллах предопределил. А намаз – это твой фарс, который должен каждый день делать. Зачем одно с другим путать? Наоборот, если ты будешь читать намаз и будешь следовать тому, что Аллах предписал, Аллах больше барака твоего мужчины сделает. Может быть, даст тебе мало, но в этом больше барака будет. Кто-то получает много, но их тратит куда-то непонятно, и ничего не остается. Не надо это соединять, но и посмотри, как ты намаз читаешь, искренне ли ты читаешь, смирен ли ты намази, и по сумме ли ты его читаешь. Пусть тебе Аллахампату проверят, арканы проверят, тогда уже будем наш сам поймёшь на шавахир. Мне очень трудно принять тот факт, что мой муж может взять вторую жену. Он сказал, что это выводит из ислама. Скажите, является ли это кафиром? То есть это кафиром, хотим сказать. Семейный вопрос, но она как бы аркеду включается, потому что является ли кафиром непризнание магоженства. Безусловно, непризнание самого хукма и сунны магоженства – это кафир 100%. Любой человек, который отрицает хоть одну букву из Курана или хоть что-то из сунны достоверное, он попадает в неверие. Этого из Курана аят Аллах не сделал, дозволит магоженство. Кто-то это отрицает или порицает, как сам хукм, не сам, как человек твой муж взял, но он несправедливо делает, а само как решение магоженства. Он не хочет ее принимать, этот человек выходит из ислама. Потому что он один из частей из ислама отрицает. А мы знаем, что хоть одну букву или одну хукму Курана, который Аллах не спасал, ты отрицаешь, не принимаешь, то ты не становишься мусульман, ты выходишь из ислама. Это очень опасная вещь. То есть они говорят, мы все понимаем, только наруженство не можем понять. Это твоя проблема. А ты что можешь понять, почему семь раз вокруг Кабы талаф делает, а не шесть раз, или три раза, или пять раз? А ты можешь понять, почему против часовой ссылки метод талаф делает? Аллах сказал, так сделать, мы делаем. Осанненько Аллах показал пример, мы с него пример берем. Аллах разрешил, мы разрешаем. Он запретил, мы запрещаем. Другое дело, как твой муж ее практикует? Если он не умеет быть справедливым, не знает, как это делать, то может быть ему однажды тоже много, если он не по сумме все делать. Это уже другой вопрос. Аллаху Аля. Следующий вопрос. Мой отец умер на том мировобеждении, которое мне не ясно. Я точно знаю, что он совершал зикры, которые у нас в Течне делаются. Если я построю колодец от его имени, защитется ли мне и ему человек, который делал беда? Зикры — это бедаи. Только не надо его растолковывать, что я против зикры, аузу беля от этого. Наоборот, мусульманин должен постоянно поменять Аллах. То есть, как он проснулся с постели, он воспаляет Аллах и делает дуа, который, когда он просыпается, делает. Он идет, справляет свою мужу, делает дуа, постит, делает дуа, омовение сделал, там есть басмилля, и после этого поминания Аллаха еще дуа. Из дома вышел дуа, в мечети, которая дает дуа, в мечети намаз, оскары — это все поминания Аллаха от мусульманин. В машину садится дуа, есть у нас. То есть, мусульманин, и после намазов, оскар есть, он должен постоянно поменять Аллах. То есть, сидя, лежа, идет, сидеть в мечети, ни было ни было, у него есть адирья, который он должен постоянно делать. И любой человек, который против зикса, что-то говорит, он попытает не верить. То есть, мусульманин должен поменять Аллах. Много, как Аллах сказал, «Ускар улана дикрам-кафера», Аллах сказал, много поминайте Аллаху. Вопрос, как? Поминайте Аллаха, как Аллах велел, теми словами, которые пасаник Аббаса, сделал суммой, и как делал пасаник Аббаса? Не крича, не бегая, не прыгая, не танцуя. А как делал пасаник Аббаса? Пасаник Аббас не кричит. Как зикар делать, так и делает. Пасаник Аббаса не кричит. И это очень хорошее качество мусульманского, поменяющего Аллаха. Только чтобы Аллах принял этот зикр, должен быть искренне ради Аллаха. И должен сказать о сунне, то есть как посланник Аллаху это делал. Салават на посланника Аллаху, так он делал. В этом есть барака, в этом есть и принятие. Если он делал это как попало, не как посланник Аллаху, человек так Аллах любит, то Аллах не принимает этого человека в даче. Пусть Аллах их исправит. Но если у него были какие-то заблуждения или беда, если он остался мусульманным и умер, иншаллах за него можно истихвар делать и за него можно колодец делать, и хадж за него делать, если он не выполнил, если он на явном куфле умер и широк умер, тогда ему истихвар нельзя делать, и за него тоже ничего нельзя делать. Мы надеемся, что иншаллах он был мусульманным и умер на исламе, хоть он делал беда. Не все бедачки… Беда человек делает, да, это может грех, если он поклонение беды делает, это как бы харам, и он отчитается фасиком, он мусульманин, если он умирает, если он явно большого журчика не делал, Аллах может им эти все грехи простить. Поэтому, если ты выкопаешь честный алкоголь, или сделаешь, в мечеть построишь, или хабдасады сделаешь, или хадж за ним сделаешь, иншаллах, Аллах примет это, если он помер мусульманином, тебе отречается, нет проблемах. Но, вносить решение по отношению к твоему отцу, отсюда сидя, я не имею права. Вы должны понять, беда есть, который выводит из ислама, беда в убеждениях, и человек, который дьянный курс делает, и шерп делает, дьянный большой. Есть беда в поклонении, он может быть мусульманин, но он делает обряды, которые посланник Аллах не делал, не велел делать. Но за это он становится муктадиан, он основан мусульманин, и мы его хранили как мусульмане, и иншаллах можно завести их в апреле. Другой вопрос. Я очень люблю свою бабушку, она христианка, запретна ли эта любовь? Аллах Хуанин говорит, Ты не найдешь народ, который верит Аллаху, и судний день. Я ваду на манхад Аллаху и Расулла, которые любят того, кто не признал Аллаху и посланник Аллаху, то есть, которые любят кафира. Верующий человек не может любить кафира, который отвергает Аллаха, отвергает посланник Аллаху, считает посланник Аллаху жрецом. Ты не можешь любить, но отношение доброе держать, уважение держать, в том смысле любви, которая искренне должна быть, между верующими, это любовь, запрет на начало. Просто быть привязанным, уважение туда-сюда, хорошее отношение, ведь они с нами не сражаются на нашу религию, нас не изгоняют за нашу религию, Аллах позволил с ним хорошо относиться. Мулах Аля. Три минуты пошло от нашего данного времени. Еще один вопрос отвечу, если придет час, и иншаллах, по мне, сегодня закончим, чтобы завтра иншаллах с помощью Аллах продолжит. Еще один вопрос, следующий вопрос. Ассаламу алейкум, дорогой брат, я не хочу задать вопрос, я хочу сказать, что любите ради Аллаха, прошу тебя не останавливаться на этом пути, сделай, пожалуйста, за меня дуа. Кусаллах, я полюбит, ахи, кусаллах, будь доволен, кусаллах, Аллах. Иншаллах, дуа сделаю, когда буду делать сам дуа, за тех, кто меня просил делать дуа. Что Аллах дал им толфей, дал им дима, начало за спиной твоей, и не буду, я могу это делать. Я вспоминаю, когда в мельском моменте дуа делаю, что кто-то за меня просил делать дуа, за себя. Я, начало, вспомню, и за тех, кто просил, я делаю дуа, иншаллах. То, что я делаю в этом эфире, это означает, что я могу где-то ошибиться при чтении, при переводе, при высказывании. Тем более, тема открытия, она очень серьезная тема. Но прошу Аллаха, что если я ошибся, то чтобы меня просил. И вы тоже поняли, бывает, что человек думает, что он говорит что-то одно, а может быть что-то другое сказать. И ошибиться, вы должны это понимать. Но, в связи с тем, что мало тех, кто осталось, может быть, лекции делать, уроки делать, и остальное нужно есть, играть, еще больше, больше сделать. Я постараюсь, начало, донести, и эти уроки продолжить. В том, в тех случаях, когда свет влюбается, или там интернета нету, но пока это все есть, милость Аллаха, будем делать буквально за полчаса, на эфире у нас свет потух, аль-хамбуллах. Последние минуты мы успели это включить и настроить. Только впервые этот эфир делаем, мы с опытом эту элементу, но, иншаллах, я надеюсь, что главное, чтобы получить пользу, получить полезные знания. И прошу Аллаха, все, кто ищут полезные знания, ищут истину, чтобы Аллах им открыл эту истину, дал им, иншаллах, полезные знания и праведные дела, чтобы Аллах просил их грехи. Следующий урок, хотя будем вступление продолжать, история имама Ахмада, если мы начнем уже по книге, по две токи, ручке и тетрадь, чтобы мы записывали каждый пункт, который имам Ахмад говорит, потому что там ничего, ни одно слово нельзя выкинуть, каждое слово, основа идет. Чтобы вы не выучили, заучили, и снали, и когда умирали, как говорил Мутаза Али Рахмахуа, когда это книга Мутаза Али Рахмахуа, он написал, И это о том, что вха, говорит Мутаза Али Рахмахуа, боже, истину, и воен. Амин. Амин. Первый раз, когда я ее читал, тоже в 2007 году кому-то преподавал ее, наверное, тоже закончил. Тоже говорю, что я тоже, мое убеждение, моя лақида на лақида имама Ахмада, Ахмадуллах Алейхи, кто мне это приписывает, кроме лақида имама Ахмада, имама Шафер, имама Абу-Ханиш, имама Малика, тот является лжецом, тот наговаривает на меня, если имам Ахмад был ваххабистом, я тоже ваххабист. Мне проблем нет, ваххаб имам Аллах, дарующий. И, иншаллах, я тоже буду даровать людям знания, помогать людям. И я на этом акаде. Если я что-то говорю по ошибке не так, как имам Ахмад или имам Шафер, я не справлюсь, я исправлю, иншаллах. Я непременно возьму их путь, их понимание и считаю, что они эти люди истинны. Любой суфи или салафит, который говорит то, что противоречит 4 имамам и академа Ахмада, этот человек считается забудшим. И нету мне в этом саннение. Вау-Ллаху-Аламу, ваальхаммудлиллahi, раббул'аламин, саллаху аула, сайдам, ахмаду, ази, ас-сахбе и ажмайи. На этом я закончу, Миша-Ллаху. Вау-Ллаху-Аламу, вау-Аламу. Субтитры создавал DimaTorzok